В обзоре партийной прессы свежие номера газет «Правда», «Советская Россия» и «Красный путь». Коммунисты живут в одном ритме со страной, поэтому материалы партийной прессы совпадают с темами, важными для россиян и резонируют с событиями в каждом регионе. В свежем номере Советской России первая полоса отдана под статью Дмитрия Огроновского «Народ не забудет и не простит». Она о разрушающихся военных памятниках, да не где-нибудь, а в самом Волгограде, который сам по себе символ ратного подвига Советской Армии. Всего в Волгоградской области около полутора тысяч памятников и воинских захоронений периода Великой Отечественной войны. Многие из них находятся в критическом заброшенном состоянии, пишет автор Советской России. Казалось бы, достаточно частная проблема, но нет. Любой Амич невольно вспомнит историю о том, как в нынешнем году, 6 мая, неравнодушные жители города за свой счет подновляли мемориал героям Великой Отечественной войны на Бульваре Победы. Похоже, такое отношение к памятникам сейчас система. На второй странице газеты очень важная информация о Счетной палате России. Она назвала недостижимыми цели по снижению бедности на 2019 год. Вот цитата. В первом квартале реальные располагаемые доходы населения уменьшились на 2,3%. Национальные цели снижения уровня бедности и роста доходов людей на текущий год вряд ли будут выполнены. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении бюджета в 2019 году. То есть ложь национальных проектов признается уже вполне официально. Рядом на той же полосе большая статья известного экономиста Валерия Катасонова «Демонтаж сталинской экономики». Сейчас пришло время анализа. Ученые и политики, придерживающиеся левых марксистских взглядов, изучают и формулируют причины того, что привело к краху СССР. Очень четко, понятно и доступно написано, хотя вопросы поднимаются весьма непростые. В свежем выпуске «Правды» интересный материал о заглавленной сборище наемников от бизнеса, а не городской парламент. В статье рассказывается о том, как разворачивается в Екатеринбурге борьба КПРФ совместно с жителями города против строительства кафедрального собора. Единороссы в городском парламенте усиленно продавливают эту тему. Фракция КПРФ в итоге вообще предложила рассмотреть вопрос о распуске всей городской думы. Интересно, что сторонников строительства собора не поддержали и в Кремле. Подробнее читайте на второй полосе газеты. Тема интересна еще и тем, что перекликается с аналогичной – омской. У нас тоже бывший губернатор Полежаев спит и видит строительство Ильинского собора в центре города. И КПРФ этому тоже противостоит. На третьей полосе правды, где традиционно размещается подборка материалов на международные темы, представлены новости из стран бывшего СНГ. Украина и то, как в Киеве прошло вступление в должность нового президента. Новости из Латвии, где русскоязычные школы постепенно переводят на латышский язык. Литва, Вильнюс. Суд отстаивает интересы защитников лесных братьев, националистов времен Великой Отечественной войны. Тех, кто были причастны к уничтожению мирного населения и убийствам советских партийных работников. Открывает свежий номер Красного пути материал с прошедшего в Омске и области Дня пионерии. У нас в регионе продолжается замечательная традиция, когда новобранцам в пионерский отряд их старшие товарищи, комсомольцы и коммунисты повязывают красные галстуки. День пионерии в Омской области отметили в нескольких районах, там, где сегодня успешно работают пионерские отряды – Тарском, Любинском, Рускополянском и Калачинском, а также в областном центре. Везде прошли торжественные линейки. Новому пополнению повязаны алые галстуки. Подробнее о том, как прошел День пионерии в Омске, читайте на первой и четвертой страницах Красного пути. А на тринадцатой полосе интересный материал Натальи Яковлевой о жизни в селе. Всего в нескольких километрах от Омска, в деревне Андреевка, уже отсутствует цивилизация. Люди лишены элементарных благ, нормальных дорог, чистой воды. Есть ли надежда на будущее или полная безнадега? Читайте об этом материал под заголовком «Им здесь не жить». На девятнадцатой странице свежего номера Красного пути читайте актуальный для мечей материал к вопросу о плате за мусор. Платить или не платить? Как можно отказаться от неоправданно высоких тарифов? Как достойно сказать «нет» грабительским цифрам в квитанции? Советы дает известный в Омске правозащитник в сфере ЖКХ Александр Лихачев. Также читайте в свежем номере новые письма наших читателей, рубрику «Сад-огород», детскую страничку «Яралаш» и «Спортивные новости». Таков краткий обзор свежих номеров партийной прессы. Читайте, обсуждайте, рассказывайте друзьям. Подписку на партийные издания с большой скидкой для себя и своих близких можно оформить в районных местных отделениях КПРФ, которые в Омске находятся по адресам. Улица Маяковского, 64, телефон 37-12-88. Улица Рождественского, 3-Б, телефон 45-05-28. Улица 4-я линия, 244, телефон 54-64-71. Проспект Мира, 37, телефон 67-11-44. Улица Фрунзе, 93, телефон 25-13-82. Улица Профинтерна, 15, телефон 37-23-27. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова